Здравствуйте, Ирина Хадам. Здравствуйте. Можете пояснить, по какому случаю вы здесь, в Лене галереи? Я сегодня прихожу второй день на замечательную выставку двух прекрасных художников из Грузии, из Тбилиси, Мамуки Цецхладзе и Ли Швилидзе. Это замечательная супружеская пара, очень творческие люди, которые верны своей теме и в течение многих лет прекрасно работают. Сегодня я пришла второй раз посмотреть. А что было первый раз? Открытие. Вчера был Вернисаж. А вчера? Вчера в 7 вечера был Вернисаж. Прекрасно. Давно вы их знаете? Ну, лет 20, это точно. Так, как познакомились? Я пригласила Мамуку на Шикинский арт-фестиваль, который я проводила в горах, в окрестностях Шики в течение 13 лет. На второй фестиваль пригласила Мамуку, потом мы стали дружить, дружить с семьями. Так-так, хорошо. Эта дружба продолжается по сей день. Можете охарактеризовать творчество этих художников? Как вы говорите, замечательных художников. Да, действительно замечательные, совершенно разные, яркие художники. У каждого свой взгляд на жизнь, свой почерк, что очень важно для художника. Улия, это в основном женские портреты, женская тематика. У Мамуки очень интересная тема города, то есть он хорошо поездил по миру и в своем творчестве отражает, он пишет, можно сказать, портреты городов. Это не пейзажи, а портреты городов. Очень интересно. Ну и какие-то другие тоже темы, но все-таки основная тема Мамуки – это города, а у Лии женские образы. Насколько известны эти художники Лия и Мамука? В каком смысле известны? В Грузии. В Грузии – это очень известные художники. Так, в мире. Но они выставляются за рубежом достаточно часто. В каких странах? Ну, в многих. В Германии, Франции персональные выставки. В Азербайджане уже не первый раз у нас они оба выставляются. У каждого была персональная выставка. в Музее современного искусства. Потом у нас ей была совместная выставка несколько лет назад. Я боюсь собрать два или три года назад. В Музее Мустафаева, Музее искусств нашим национальным. Прекрасная работа очень. То есть мы сейчас получили очень хорошую выставку двух профессионалов. Двух крутых профессионалов из Братской республики. Хорошо. Такой вопрос. Может быть, меркантильный. Насколько востребованы их произведения? То есть удается ли продать? Ну вот, уже несколько работ продалось вчера на вернисаже у авторов. Это только было вчера, а еще впереди 10 дней выставки. То есть замечательно. А музеи, частные коллекции? Да, да. И музеи покупают, и наш музей купил современного искусства. И частные коллекции. То есть это успешные художники. Достаточно известная пара. Да, очень. Не достаточно, они просто известные, успешные художники. Успешные даже. Да. Очень хорошо. Инна Ханан. Наш журнал называется «Таныш Олах». То есть будем знакомы. Расскажите о себе. Я тоже художник. Нет, давай начнем с того, что представитесь полностью. И начнете рассказывать где-то, допустим, после шестого класса. Чем вы занимались? Какие интересы? Да, Инна Костина, Бакинка. Родилась в Баку. И родители родились в Баку. И бабушки, дедушки родились в Баку. Это сказано. То есть коренная Бакинка, наверное, уже в четвертом поколении. Вот, шестая школа, небезызвестная. Хорошо. Закончив школу, уехала учиться в художественное училище памяти пятого года. Это очень крутое художественное училище в Москве. Да. Скажем, Тарковский его заканчивал. И Андрей Тарковский. Да. И потом в ГИК, не струк кинематографии. В Москве, хорошо. А потом вернулась на родину и с тех пор работаю здесь. Еще преподаю в академию художеств уже несколько лет. На кафедре живописи. Да, живописи. Хорошо. Для художников кино. Понятно. Живописи композиции. Есть ли среди вас, ваших студентов и выпускников, талантливые? Есть, конечно. Они очень-очень талантливые ребята. Много. Просто пока еще рано говорить о том, как они реализуются. Потому что труд художника, каторжный труд. И много сложностей всяких. Иногда не зависит просто от человека, от его таланта. Но я надеюсь, что будут хорошие художники. Можете сказать, как вы сами лично пришли в искусство? Я все же не хотела рисовать. То есть из меня не было никакого толчка? Я просто хотела писать, рисовать. Понятно. А в семье есть последователи? Нет, сын решил быть финансистом. Хорошо, хорошо. Спасибо, Инна Ханам. Вы мне очень помогли. Спасибо. Удачи вам. Вам тоже удачи. Мощь. Спасибо.